Как православные христианки вести себя во время менструации, можно ли считать женщину нечистой в эти дни? Может ли женщина в этом состоянии приходить в храм, прикладываться к святыням, приступать к таинствам? Обо всем этом сегодня вы узнаете в нашем видео. Поехали! Ответ дают решение архиерейского совещания православной церкви, проходившего в феврале 2015 года. Каноны запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты. Второе правило святого Дионисия Александрийского. Седьмое правило Кимофея Александрийского. Исключением может быть сделано в случае смертной опасности, а также когда кровоточение продолжается длительное время в связи с хроническим или острым заболеванием. Говорится в документе об участии верных евхаристий. Таким образом, главное ограничение, которое накладывает период менструации на православную женщину – невозможность приступить к причащению. Все остальное – приходить в храм, прикладываться к иконам и мощам, пить святую воду, вкушать просфору – можно. Почему же нельзя причащаться? Дело в том, что согласно церковной традиции, при кровоточении вообще никому нельзя причащаться. Мужчинам тоже. Некоторые священники более радикальны в этом вопросе и приводят аргументы, почему нельзя в церковь с месячными. Так до сих пор популярна настольная книга священнослужителя, написанная более 100 лет назад. Ее автор – протоиерей Сергий Булгаков. В частности, пишет, что церковные правила запрещают женщинам во время менструации не только причащаться, но и приходить в храм. Чтобы разобраться в сути вопроса и в том, почему возникают разные мнения на этот счет, обратимся к истории. Ветхозаветной книге «Левит» написано о ритуальных ограничениях для женщин во время менструации. Согласно этой книге, не только сама женщина в период месячного очищения считается нечистой, но и любой человек, коснувшийся ее. При этом, подобный взгляд был в древнем мире довольно распространен. Языческие культы также включали подобные запреты, связанные с заботой о ритуальной чистоте. Проповедь Иисуса Христа изменила ветхозаветное представление о благочестии. Спаситель сказал, что лишь злые помыслы и грехи оскверняют нас. Таким образом, категории чистоты и нечистоты обрели не физический, а духовный смысл. Кроме того, Христос беседовал с самарянкой, что среди иудеев в того времени считалось оскверняющим, исцелил кровотечивую женщину и даже хвалил ее веру. Вопрос о том, почему нельзя в церковь с месячными, прокомментировали тоже два священника. Максим Бражников и Виктор Никишев. В христианстве нет понятия ритуальной нечистоты, отделяющей человека от Бога. Человека от Бога отделяют грехи, поясняет Иерой Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, настоятель казанского прихода города Орска. О менструациях ничего греховного нет, поэтому давление на женщин в связи с этой темой необоснованно. Есть много версий относительно происхождения этого предубеждения. И одна из распространенных, что в древности не было надежных гигиенических средств, поэтому женщин просили не приходить в храм во время месячного очищения, чтобы не проливалась кровь. Есть правила, запрещающие проливать кровь в храме, ибо там совершается бескровная жертва. Не стоит придавать этому периоду чрезмерного значения. С другой стороны, есть канонические правила, в которых говорится, что женщины в таком состоянии не должны приступать к причастию святых христовых тайн, кроме случаев смертельной опасности. Но нет основания для запрета приходить в храм и прикладываться к святыням. Уже во времена раннего христианства люди понимали, что Господь изменил отношение к нечистоте, не осудив кровоточивую, прикоснувшуюся к нему, подчеркивает руководитель отдела по работе с молодежью Могилевской епархии клирик Преображенского кафедрального собора города Могилева Иерей Виктор Никишев. Позднее у христиан появился вопрос о нахождении в храме во время очистительных женских дней, и в середине Третьего века ответ на него дал священно-мучник Климет Римский в сочинении «Апостольские постановления». Если же кто наблюдает и исполняет обряды иудейские относительно извержения семени, течения семени, соитий законных, те пусть скажут нам, перестают ли они в те часы и дни, когда подвергаются чему-либо такому, молиться или касаться Библии, или причащаться Евхаристии, если скажут, что перестают, то явно, что они не имеют в себе Духа Святого, который всегда пребывает с верующими. В самом деле, если ты женщина, думая, что продолжение семи дней, когда у тебя месячные, не имеешь в себе Духа Святого, то следует, если скончаешься внезапно, то отойдешь, не имеющая в себе Духа Святого, дерзновение и надежда на Бога. Но Дух Святой, конечно, присущ тебе, ибо незаконное совокупление, нероды, ни течения крови, ни течения семени, во сне не могут осквернить естество человека или отлучить от него Духа Святого, то от Духа отлучают одну нечестие, беззаконная деятельность. Итак, женщина, если ты, как ты говоришь, в одни очищения месячного не имеешь в себе Духа Святого, то должна быть наполнена ты Духом нечистым, ибо когда ты не молишься и не читаешь Библии, то невольно призываешь его к себе. Поэтому воздерживайся, женщина, от пустых речей и всегда помни о сотворившем тебя и молись ему, ничего не наблюдая, ни естественного очищения, ни законного совокупления, ни родов, ни выкидышей, ни порока телесного, наблюдения эти пустые и не имеющие смысла изобретения людей глупых. В шестом веке на этот вопрос отвечает святитель Григорий Двоеслов. Не следует запрещать женщине во время месячных ходить в церковь, ибо нельзя ставить в вину то, что дано и от природы, и от чего женщина страдает помимо своей воли. Ведь мы знаем, что женщина, страдающая кровоточением, подошла сзади к Господу и прикоснулась к краю одежды его, и немедленно недуг оставил ее. Почему же, если она с кровоточением могла коснуться одежды Господа и получить исцеление, женщина во время месячных не может войти в церковь Господню? В том же ключе на этот вопрос отвечает наш современник, патриарх сербский Павел, который написал статью, может ли женщина приходить в храм на молитву, целовать икону и причащаться, когда она нечиста. Святейший патриарх пишет, Месячное очищение женщины не делает ее ритуально-молитвенно нечистой. Эта нечистота только физическая, телесная, равно как и выделение из других органов. Кроме того, поскольку современные гигиенические средства могут эффективно воспрепятствовать тому, чтобы случайным исчечением крови сделать храм нечистым, мы считаем, что и с этой стороны нет сомнения, что женщина во время Месячного очищения с необходимой осторожностью и предприняв гигиенические меры, может приходить в церковь, целовать иконы, принимать антидор и освященную воду, равно как и участвовать в пении. Причаститься в этом состоянии или некрещенная, креститься она бы не могла. Но смертельные болезни может ей причаститься и креститься. Исходя из сказанного, мы понимаем, что женщина может приходить в храм любое время. Сейчас в сети можно встретить множество отсылок к авторитетным источникам, которые по-разному подходят к этой проблеме. Архиерейское совещание 2 и 3 февраля 2015 года закрепило общепринятую практику, когда женщина должна воздерживаться от причащения в дни очищения. Каноны запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты. Второе правило Святого Дионисия Александрийского, седьмое правило Тимофея Александрийского. Исключение может быть сделано в случае смертной опасности, а также когда кровоточение продолжается длительное время в связи с хроническим или острым заболеванием. Не думаем, что решение, принятое на этом соборе, православной церкви, разумно называть суеверием. Некоторые священники придерживаются иного мнения, оно имеет определенное основание, однако, разумнее всего поддерживаться той традиции, которая принята большинством епископата. Кроме того, вряд ли кто ведет такой духовный образ жизни, чтобы воздержание от причастия на несколько дней могло бы повредить душе. Наоборот, воздержание по благоговению к святыне святых даров приуготовит благочестивую женщину к причастию больше, чем если она пожелает причаститься в те дни, когда большинство христианок не дерзают приступать к святыне. В храм, согласно современной традиции, ходить в дни месячного очищения разрешается. Хотя стоит помнить, что в истории церкви было время, когда женщины во время месячных в храм не заходили. Отголоском этого осталась традиция очтения на 40-й день молитвы на дрожженице. Из текста молитвы понятно, что до исполнения 40-ка, после родового очищения, женщина в храм не должна была входить. Сейчас этот обычай не соблюдается, однако церковь в лице своих иерархов призывает воздерживаться в дни очищения от причащения, если только это не связано с продолжительной болезнью. Вообще же, в традиции церкви принято, что в храме не совершается бескровная жертва. Всякое пролитие крови недопустимо. Любая кровоточащая рана, если она не представляет угрозу жизни и не является результатом продолжительной болезни, также служит препятствием для причащения. Так что дело не в женщине, а благоговении перед бескровной жертвой спасителя, недопустимости пролития крови в храме. Итак, давайте подведем итоги. Хоть в церковь можно ходить при женских днях, но нельзя причащаться. А если взглянуть, что цель литургии Евхаристия и каждый христианин должен причащаться, то мы можем сделать вывод, что лучше женщине воздержаться в эти дни. А если она не придет в церковь, то она должна стоять в притворе из-за уважения к святыне. Но все-таки решение лучше обсудить с духовником. Субтитры создавал DimaTorzok